Знаете, я очень более простой сейчас расскажу, как пример симпатичный, как применять вообще эти математические ожидания. То есть вот мы постепенно давайте выходить на то, чтобы как-то применять математические ожидания. А то мы их считаем, 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 а на черт они сдались-то. Потому что они вообще не нужны? Нет, они нужны, очень полезны. Значит, сначала разберем простенький пример, который, в принципе, можно решить и без математического ожидания, но с математическим ожиданием получится очень симпатично и просто. Ну, я буду долго жевать, наверное, как обычно, настолько долго, насколько потребуется, но потом произнесу это в одну строчку, то есть будет понятно, что все на самом деле было совсем легко. Есть такое замечательное утверждение, я не знаю, слышали вы когда-нибудь его или нет, ну, скорее всего, нет, но всякое возможно. Ну, теорема такая, пусть дан совершенно произвольный граф, не случайный, просто произвольный граф, сейчас случайных графов нет, дан произвольный граф с вершинами и е-рёбрами. Ну, где е, понятное дело, не превосходит c из n по 2, потому что у любого графа никак не больше, чем c из n по 2 вершин. То есть там не ориентирован, никак. Так, произвольный граф с вершинами и е-рёбрами. Вот теорема утверждает следующее. Обязательно, каков бы он ни был, обязательно в этом графе найдётся двудольный подграф, двудольный, мы сегодня проходили в такой двудольный, вспоминали как раз очень по делу, найдётся двудольный подграф, у которого не меньше, чем е пополам рёбра. Это совершенно впечатляющее вообще утверждение, которого не меньше, чем е пополам рёбра. Давайте осознаем, почему это впечатляет, почему это круто. Слышали когда-нибудь такое утверждение, давайте начнём с этого. Нет, не слышали. Отлично, ну значит можно создавать больше пафоса. А почему это круто? Ну смотрите, что такое двудольный граф? Ведь это граф, у которого всего две доли, он красится в два цвета. Правда? Это граф, у которого множество вершин можно покрасить в два цвета так, что у любого ребра концы разного цвета. Это же двудольный граф, да? У него две доли, вот одну долю красим, скажем, в красный цвет, вершины этой доли красим в красный цвет, вершины другой доли красим в синий цвет. И всё, все ребра имеют концы разного цвета. Но согласитесь, что если вам дан совершенно произвольный, не двудольный граф, то он вообще говоря может потребовать гораздо большего числа, в итоге своей, так сказать, правильной покраски. Покраска называется правильной, и может мы об этом тоже ещё поговорим в рамках нынешнего курса, покраска называется правильной, если каждое ребро имеет концы разного цвета. Может слышали такое слово, даже хроматическое число, нет? Это очень интересно. Хроматическое число графа, это минимальное число цветов, которые можно так покрасить его вершиной, чтобы вершины, соединённые ребром, были обязательно разного цвета. Такое классическое, очень важное определение в теории графа. Так вот у произвольного графа хроматическое число может быть хоть н. Потому что если вы возьмёте полный граф на н вершина, то естественно он потребует для своей покраски всех н цветов. Каждую вершину надо красить в отдельный цвет. А здесь утверждается, что смотрите, какой бы граф вы ни взяли, в нём можно выделить огромный двудольный подграф. Огромный в том смысле, что количество его рёбер отличается от количества рёбера скотного графа всего лишь как максимум вдвое, а может быть даже и меньше, потому что его не менее, чем е пополам к рёберам. В любом графе, сколько бы сложно он ни был устроен, можно выделить огромный двудольный подграф. По-моему, это очень так неплохо, включительно. Да. Так. Значит, чуть-чуть снижу папу. Сразу скажу, что если вы подумаете там, если у вас найдётся время, вы сможете доказать это конструктивно, это не очень сложно. Но я хочу это доказать с помощью математического ожидания, чтобы продемонстрировать вам просто вот на этом примере, как красиво и просто работает линейность, как она помогает. Так, ну, давайте я наносоту утверждения буду доказывать. По сути, это доказательство в одну строчку. Такое доказательство, как, можно сказать, из книги. Вот такой замечательный венгерский математик Пол Эгдерш. Я про него ещё не говорил здесь? Нет. Я не говорил про Эгдерша? Надо же? Ну, давайте я про Эгдерш расскажу сначала.